Добрый вечер, студия! Вас приветствует Европейское бюро Чиста Ньюз. Ух, ю! Раз, два, три. Вот. Вот так быстро работает немецкая полиция. Ну а место съемки придется поменять. Итак, сегодня, как вы уже догадались, речь пойдет о немецкой полиции, здание которой у меня за спиной. Немцы настолько доверяют полиции, что если муж возвращается домой из командировки и застает свою жену в постели с полицейским, это не считается изменой. Немецкие полицейские прекрасные спортсмены. Они легко могут догнать любого преступника. Если они не могут догнать преступника, значит преступник тоже полицейский. Немецкие улицы всегда патрулируют мужчина и женщина полицейские. Иногда это бывают семейные пары. А иногда это семейные пары просто гуляют, забывая снять форму. Немецкая полиция практически не пользуется социальными сетями. Они работают по старинке, не планируя, как в Украине, секретные операции через Фейсбук. Всего в Германии пять видов полиции. Защитная, уголовная, дежурная, безопасности на воде и охранная. Представляете, пять! У нас с одной нормально разобраться не могут. Вас, конечно, интересует прежде всего немецкая ГАИ. Оно входит в состав защитной полиции. Местные ГАИшники просто ездят по городу своим видом, предотвращая преступления. Представляете, они даже не знают, что можно сидеть в кустах. Слушайте, а может во всех проблемах украинского ГАИ кусты виноваты? Дежурная полиция привлекается в случаях массовых беспорядков. Ну вот видите, машин практически нет. Наверное, началось. Кроме того, катастроф, поисковых операций и футбольных матчей. Ну, ключевое здесь, конечно же, футбольные матчи. Именно после них бывают массовые беспорядки, катастрофы и поисковые операции. Женами своих мужей. Что касается Украины, то тут логичнее было бы разгонять не фанатов, а футболистов. Охранная полиция. Это те, кто занимаются сохранностью различных объектов. Они настолько добросовестны, что даже беременные женщины к ним приходят на сохранение. Несмотря на наличие пяти полиций, Германия вовсе не полицейское государство. Давайте спросим у жителей, не работают ли они полицейскими? Добрый день. Вы полицейский? Я полицейский. Добрый день. Вы полицейский? Полицейский? Нет. Нет. Полицейский? Нет. Да, но я на задании, не могу говорить. Вы не можете это видеть. Я работаю под прикрытием. Как вы видите, не все жители Германии работают полицейскими. Но если жителю Германии нужно позвонить в полицию, он набирает 112. Давайте попробуем. Добрый день. Вы позвонили в полицию. Если у вас кошка забралась на дерево, нажмите 1. Если шумят соседи, а у вас их на самом деле нет, нажмите 2. Если вы беременны и не помните, кто отец, нажмите 3. А если хотите услышать новый анекдот о полицейском, нажмите 4. Вот такие проблемы у жителей Германии. Чего и жителям Украины желаем. Продолжение следует...